В 2009 году в СССР была введена новая форма работы, так называемые выездные дни законодательного собрания в городах и районах области. Депутаты выезжали регулярно в территории города и района и встречались с разными категориями граждан. Один с врачами, один с учителями, с предпринимателями, с пенсионерами, с молодежью, с рабочими, с активом, с депутатами местными узнавали проблемы наших граждан и на основе этих проблем всегда старались строить свою работу. Именно на основе предложений граждан нами были приняты, например, такие очень важные на нас для законов, как предоставление льгот по бесплатному проезду родителей придет к инвалидам, Закон по уменьшению цены на землю, вот для этого цена у нас была принята 60%, когда строительство для граждан сейчас 25%, для организации было 100%, сейчас стало 50%. Ну, то есть мы постоянно стараемся всверять свои действия именно с шитерами и плоденностями. У нас, кстати, различные должностные лица, исполнительные власти, претековая, достаточно много за то, что мы ездили, встречались с людьми, говорили, что пиарятся ездить. Но это, наверное, все-таки с одной стороны, конечно, наверное, пиар, это истечность населения, но пиар. Но, с другой стороны, мы не можем к другому работать. Если мы не будем работать, сверяя действия наших жителей, то мы никогда не поймем, как живет веселение нашей области. Потому что взгляд из шестого этажа Белого дома один, все хорошо, все весело, машины действуют, люди ходят. А когда приедешь в любимку, видишь, какими иногда катастрофическими проблемами сталкиваются наши граждане. И, конечно, один из главных паритетов своей деятельности, как представитель законодательного собрания, я всегда считаю, что там решение вопроса бюджетного политика региона. Развитие всех сфер экономики, создание условий для привлечения инвесторов и поддержки малого среднего бизнеса. Нами приняты все основные законы по льготам для инвесторов, для предпринимателей. Принят, кстати, целый пакет нормального правовых актов в области по исключению деятельности, так называемых, территорий приезжающего развития. Первый из таких территорий с инвестициями порядка миллиардов рублей, созданный коммерческом уровне, успешно там работает. Это наша с вами задача, чтобы вот таких торов территорий с предпринимательством в области в области было как можно больше. Куда приходят крупные инвесторы, а рядом с ними создаётся большое количество предприятий малого и среднего бизнеса. Безусловно, особого внимания требуется подать на поддержку этих сфер экономики, как, например, ЖКХ, дорожное и жилищное строительство, властей ипотечное предпринимательство, сельское хозяйство. Вся нормативно-фравовая база области для их успешного функционирования у нас по самому принято, сформировано, но, тем не менее, в этих транслях существует тоже большое количество проблем, которые требуют в том числе и законодательного решения. Этим предстоит, чтобы заниматься всем нашим, всему, волнувым составом хозяйства. В текущем году, в том числе, в ходе избирательных компаний, я пройду более ста различных встреч с гражданами. К сожалению, наибольшее количество проблем, которые волнуют жителей нашего региона, это проблемы здравоохранения. Чем это проблемы? Возвели две. Не сегодня и даже не вчера. Они возникли в тяжелейшие 90-е годы, ну и в нулевые годы, уже 21-го года. Особенно жестким прессингом, я даже не могу подобрать другого слова, прессинг только. Проблема, вернее, здравоохранения подверглась, здравоохранение области, я имею в виду, подверглась в середине двоевых годов. Некоторые дети пытались рассмотреть систему здравоохранения, как и не от социальной сферы, а одну из простых экономики. И, в общем-то, уменьшены будут финансированы, врачи, медсестры, уезжают, зарплаты были мизерные. Ну и масса других проблем была, я сейчас не буду подробно остановиться. Не хотел бы привести только, так скажем, один пример. У нас в середине 90-х годов была принята с федеральным бюджетом, с федеральным бюджетом деньги выделили, на порядка 5 миллиардов рублей, так называемую программу модернизации здравоохранения Владимирской области. Вот эта программа принималась в тайне от Законодательного собрания здравоохранения. Мы, в основе администрация она принималась в совместности с федеральным бюджетом. Мы были вынуждены при помощи наших депутатов Государственной Думы получать эту программу модернизации здравоохранения Владимирской области из Министерства здравоохранения. Вот в этой программе почему она принималась в тайне? Потому что в этой программе, в том числе, я вам достаточно часто говорю, но, может, некоторые уже слышали, в этой программе модернизации здравоохранения был записан такой пункт в целях употребления родовоспоможения женщин сократить количество коек родовоспоможения в ряде территории нашей области с 91 до 18, или в 5 раз, представляете, да? И эти койки были сокращены. Были закрыты 7 родильных домов. Сразу количество родов в машинах увеличилось 6 раз в машинах и на домах. То есть родильные дома закрыли. Врачи, медсёстры оттуда уволились, либо вообще ушли из профессии, либо уехали в Москву, в Нижний Новгород. Ну и так далее. Были закрыты детская областная больница в городе Владимире в Загранном парке. 65 кейшерских участников пунктов, многое другое. Проведено в 2010 году совершенно бездумное, даже в 2012 году было проведено, совершенно бездумное объединение станций взрослой и детской скорой помощи в городе Владимире. Опять врачи уволились, и медсёстры уволились, и фельдшеры уволились. Из ШАИ здания нет уже, что включили дети. В общем-то, законодательное собрание Владимирского области 5-го сожила, очень шёстко пропустовало против вот такого бездумного, я считаю, подхода к здравоохранению в нашем регионе. Ещё могу сказать, например, мы обратились в департамент здравоохранения. Просто отношение к врачам какое было, когда обратились в департамент здравоохранения с пользой лучшего врача, дать нам плендатор лучшего врача, для того, чтобы её разместить на областной доске подсчёта. Что нам ответили к областной департамент здравоохранения? Что достойных врачей в области нет. В настоящее время, конечно, с приходом нового департамента здравоохранения, но уже как и старая сегодня, Кирилитина, который, кстати, был уволен за позицию при голосовании высшим губернатором Виноградовым, ну, как бы это ни было доказано, на самом деле это так. На самом деле это так. Не было это доказано в суде, хотя он судился, но... Многое делалось, на самом деле, конечно, сделать сразу всё невозможно. К сожалению, вот эти, я считаю, во многом такие неправильные подходы, которые были тогда в системе здравоохранения нашего региона, во многом сегодня отражаются на здоровье, а иногда и на жизни наших граждан. Мы прекрасно с вами понимаем, что если роддом был разрушен, остановился, то для того, чтобы запустить, нужно как минимум произвести капитальный ремонт этого роддома, который простоял несколько лет, найти новых врачей и где-то нужно взять. Ну, в общем, много проблем, которые нам с вами вместе необходимо будет решать. И, конечно, в этом вопросе нам с вами нужно осуществлять самый серьёзный контроль за деятельностью исполнительной власти. До 2013 года в области закрываются школы в детские сады. Было закрыто с 90-го года 225 школ, 417 детских дошкольных учреждений. В 2013 году губернатором мы посоветовали с губернатором, уже бывшим губернатором, приняли решение школы больше не закрывать, детские сады не закрывать решение губернатора. На самом деле, мы привлечены к дополнительным детям и средствам Светланы Юрьевны. Волочь построена уже 5 новых школ, в настоящее время строится ещё и 5 новых школ. Строятся, естественно, и детские дошкольные учреждения, и практически полностью решена продвинутыми сельскими садами во всех городах районной области, в исключении города Владимира и Судинского района. Также в планете, в случае, в районе предстоятельности губернаторского собрания, и для этого, о том, самое серьёзное внимание. Особого внимания также требует развития в городе. За 5 лет, за последние 5 лет, финансирование культуры у нас в области увеличилось в 4 раза. Было 400 тысяч рублей в 2013 году. 400 миллионов, прошу прощения, рублей в 2013 году. Сейчас 1,6 миллиарда. За 5 лет в 4 раза увеличилось. Ремонтированы многие дома культуры сельские губы. Начали строиться новые. У нас открыто много, мы не только нового дома культуры, в том числе, в основном, сельские местности. Всего мало и 100 коронавирусного района. Другие, вот до конца года, будут открыть новые заказки, все-таки красное эхо, в искусственном районе. Хочется отдельно развить, восстановиться на развитии структуры спорта, потому что это тоже наше состояние здоровья. Здесь можно сказать, что финансирование выросло 4,7 десятых раз, почти в 5 раз. С 300 миллионов рублей, в миллиарды 400 миллионов рублей. И мы можем привести такие примеры, с 1995-го в 2005-й год. Вот в 2013-й у нас в области построено всего 5 крупных спортивных сооружений. Из них 3 у линии партии Генерации строились, и 2 в чатах. С 2013-го в 2018-й уже построено 10 крупных спортивных объектов, то есть в 2 раза больше. А до 2020-го года мы планируем еще порядка 10 объектов построенных крупных, которые уже строятся. Ну, в общем-то, мы должны дальше совместно собирать, с исполнительной власти решать все вопросы о развитии культуры, и структуре, и с флотом при этом порядке. Кроме этого, также требуется решение проблемы банк и дольщиков, которые во многих случаях, к сожалению, не решаются. А также такая господстоящая проблема, звучащая вообще практически со всех, наверное, экранов средств массовой информации, как проблема вылаза и утилизации отвергнутого подхода. Вот эти вот вопросы тоже планирую решать вместе с вами, а вместе с исполнительной власти при этом порядке. Дорогие друзья, можно ли было работать лучше? И мне, и депутатам, и исполнительной власти. Ведь я уверен, что Баку, Берденович, конечно, не нужно было работать. Конечно, мы где-то все вместе не работали. И сегодня жители Владимирской области на выборах сказали и указали нам очень жестко указали на наших выборах. И сегодня Владимирской области сложилось в моем представлении то, что уникальная политическая конфигурация в этом управлении. Губернатор, уважаемый, у нас неотвестительный член Допоярд. ЗС ни одна фракция не имеет квалифицированного большинства. Подавляющее большинство было в органах местного самоуправления и депутатах местных, является членом Ведения России. В общем, торжество демократии в действии. Поэтому вот нам с вами, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, в таких условиях необходимо уметь, безусловно, договариваться между собой по решению всех вопросов, принятию всех законов, уметь договариваться с исполнительной властью. Именно для блага жителей нашего региона и нашей области. Я обещаю, что в случае избранного меня в предстоящем законодательном собрании, в Меделье, я буду проводить именно такую работу, буду нацеливать на такую работу все органы и уровни законодательной, представительной и исполнительной власти. Спасибо большое.